Девушки отдыхают По-моему, ты делаешь из мухи слона Вот именно слона-то я и не заметила Не заметила, как ты стал поздно возвращаться домой Мы перестали понимать друг друга То есть это я виноват? Я виноват, что я нормально хочу жить? Подожди, если ты так настроена Я тебя умоляю, давай я Поеду в город, а вы останетесь идти Я пошла работать И мне тяжело мотаться отсюда Ага, то есть когда я пять лет мотался Это было нормально, тебя это устроило Все хорошо, я ужасная, черствая Невнимательная, что еще? Подожди Подожди У нас есть проблемы вообще Конечно, у кого их нет? Ему не надо рубить горяча Я не могу У меня перед глазами Ты и она, точнее Вы с ней Ну, по крайней мере, это нечестно Я же тебя простил с этим пивоном Костровым Это была любовь А не офисную интрижку Извини То есть это была любовь Ну что ж, ты права Действительно, надо пожить раздельно Олег, нам надо сделать паузу И побыть на расстоянии Иначе Мы наделаем еще Мама, ты ушастика не положила Серега Эх ты Серега Скажи папе пока Папа, пока Идите сюда, девочки Это Анжелина, как тебя? Да? Эта песня ведь о любви, да? И об этом надо думать Надо затрачиваться И петь песню о любви А у тебя, получается, буротики Могу сказать жестче, что у тебя получается Дальше вы Что это за подтанцовка такая? Если бы вы учили пять Каких-то чужих движений Как сломанные роботы Дыркаетесь Это мне не нужно, неинтересно Значит, сегодня будет отсев Со всеми буду прощаться На, тренируйся дальше Все, спасибо вам Счастливо Дмитрий Григорьевич А я знаю, почему у меня не получается И я знаю, Анжелина Не можешь петь, не пой Нет, я могу Просто, когда я вижу вас Сейчас, секунду О, какие люди Мартышкин, ты в Питере? Ага, вот приехал с Югов к вам померзнуть По делам государственной важности Я всегда был крутой Хоть ты меня в школе и чморил Ладно, шучу, шучу Но ты же знаешь, как я тебя люблю Вадимыч, друг юности моей Как насчет того, чтобы Пообедать чем-нибудь на пару Ну и закусить чем-нибудь Без глюкозы и глютена Ну все, давай, замедленно Ну вот, Семенька, смотри Сколько деток Как тут весело А мамочка побежит Да? Да, мамочка Мне нравится Всего? Ну просто ты еще не привык Ты же первый раз Первый день Да? Кролички здесь нету С нуля-то Ну надо на работу Более Понимаешь? Почему тебе раньше не нужно было? Потому что маленький мальчик был А теперь ты совсем взрослый мальчик Давай опять, люди маленькие А давай бабуленька за того И вот придет И заберет тебя, ладно? А нет, скоро будет Скоро, Семенька Здравствуйте Здравствуйте Пойдем У мамы свои дела, у нас свои У нас там много игрушек Мы сейчас пойдем в игровую комнату Пойдем Пойдем Пока, Семенька Да, буду через двадцать минут и сразу начнем совещание Подпишите Подпишите Спасибо Олег, ты какой-то странный в последнее время Пойдем Пойдем Нормально 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 Точно Да Сорву Так Слушай, а может тебе просто надо выспаться? Пойдем к тебе домой А мы тут сами справимся Все друзья Думаю, так и сделаем Олег, все в порядке? Браво Вадим Ликочка Ликочка Ты не поняла Послушай, ты что хочу тебе сказать-то, ну Сорвался? Нет, я не пью, вот Могу дыхнуть Ну то хорошо Сегодня важный корпоратив Придет продюсер, который будет решать давать им себе время для этого шоу Праймтайма Да какое шоу? Какое шоу? Я доведен до предела, я черт и чем занимаюсь Ты что, не видишь, что ли? Буду тебе психоаналитика Ну я работаю над собой Я исправлюсь, я тебе обещаю Ты можешь просто выслушать меня, но одну секунду я тебя прошу Игорь Да, я свинья Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! ЧАП «ТИМ» Да, Бригет Олег, привет Я немного заболела Кажется А завтра встреча с нашими клиентами Нужно иметь утвержденный план Я не знаю, как быть Ну, да никаких проблем. Сейчас я приеду, что-нибудь вместе придумаем, а завтра с ними я сам встречусь. Нет, нет, я не хочу похочеть тебе в вечер. Все нормально. Вечер у меня абсолютно свободен. Хорошо, я жду тебя. До встречи. Пока. Спит. Совсем не хотел ложиться. Такой полованный. Весь в мать. Да, весь в мать. Двенадцатый час. Вот где это видано? Мам, ну потерпи, пожалуйста. Скоро будет легче. Жир обесишься, я думаю. Вот что я тебе скажу. Я тоже слышала. Вот что тебя не хватает? Ну сиди дома, занимайся ребенком. Нет, понеслась куда-то. Что? Кому доказывать? Мам, ты же знаешь. Ты все прекрасно знаешь и понимаешь. И что? Что я такое знаю? Ты думаешь, что мой отец был святым? И ничего, я терпела. Потому что женщина – хранительница семьи. Зато, дай бог, золотую свадьбу отпразднуем. Да. Ладно, все. Мне так тяжело, я устала. Кому легко. Там ужин на плите. Спасибо. Доча, мы с отцом тебя не бросим. Не отказываемся помогать, но думай. Ну ты уже не девчонка, чтобы вот так фыркать. Спасибо. 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 Ты гениально придумал, Олег. Мне очень нравится твоя идея. Ты меня спаситель. Либо ты меня спас, либо ты мой спаситель. Вот. Попил, пока не устал. А можно так? Ты меня спасаешь, мой спаситель. Угу. Я к тебе устраиваю схему полностью, да? Я вижу, с тобой что-то не так. Ты можешь сказать мне? Да, чего там скрывать. У меня ушла жена и забрала сына. Ах, это после Будершафт? Нет, это давно зрело. Ай, нет. Хочешь, я позвоню и скажу, что это я виновата, что я совсем тебе не нравлюсь? Не хочешь? Но я правда могу. Неправда. Неправда что? Что-то мне не нравишься. Что? Вот так. Виноват, я которую Муглову разъезжаю субтитры, т,к, ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Прости, я просто себе риски заказал, я же не знал. Унеси, унеси. Нет, нет, оставьте, оставьте. Я спокойно, пей. Я пять лет уже в завязке, нормально. А, ну, молодец. Здоровый образ жизни – это модно. От тебя все что угодно мог ожидать, но то, что мэр Черноморская, дают это… Не, ну я город-то наш всегда любил, ты же знаешь. А я сейчас стал продюсером. То есть ты больше не гастролируешь? Нет, на тренерскую ушел. Слушай, я вот о чем с тобой хотел поговорить. Раз ты уже не гастролируешь, я тебе предлагаю возвращаться на родину, в Черноморск, а? Нет, нет, нет. Что я там буду делать? Я тебе сейчас по секрету скажу. Я пробил программу на правительственном уровне, и Черноморск будет культурной столицей всего Южного федерального округа, а? Угу. Солидно. Я тебе бюджет даже озвучивать не буду. Угу. Я все понимаю. Я здесь при чем? Ты же знаешь, что кроме тебя в российском шоу-бизнесе для меня никого нет. Все – фуфло. Ну перестань. Я тебе говорю – фуфло. Ну я прошу тебя. Я как слышу вот это – лучшая женщина. У меня ком в горле, я тебе говорю. Приезжай. Будешь главным по культурному развитию. Нужно лицо, понимаешь, лицо. Вот раньше нужен был голос, теперь лицо. Нет, если хочешь петь – пой. Пой, конечно. Ты что, тебя весь город на руках будет носить. Мы тебе все условия создадим. Я ж там теперь царь и бог. Я верю. Ну? Нет, дружище, я еще здесь немного побарахтаюсь. Слушай, вот образцы, по-моему, буклетов посмотри. Давай. Да, давай. Все. Денис, а вы обедли уже сегодня? Нет. Составите мне компанию. Денис, я понимаю, что мое назначение, наверное, вас не очень обрадовало. Вы толковый специалист. Наверное, метили на место зама, чтобы потом занять кресло Дмитрия Петровича. А тут прихожу я. Спасибо вам, Алена Игоревна. Не часто люди бывают так откровенны, как вы. Мы работаем вместе. Должны доверять друг другу. Ну, на самом деле, хорошо, что вы вернулись в компанию. Мне пока рановато. Ну, а с вами, я вижу, сработаемся. Посмотрим. Я не подведу, честно. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я прогнал ее. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я прошу тебя. Прости меня. Я измучил тебя всю. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ты не бросай меня. Я не знаю, как без тебя жить. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я посплю еще, ладно? Я ночью с натворной пить. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ЭFinally! А ты мой хороший. Привет, маленький. Как я по тебе соскучился. Ну что, полетели? Полетели, 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 полетели. Готовимся к передислокации, а? Готовимся к... Куда? А, вот это вот. Сюрприз. Ура! Какая ты. Давно у тебя такой не видел. Это комплимент? А чего это мы не целуйтесь, как всегда? Почему не целуемся? Вот, целуемся. Ну, летчик, ты готов? Да. Покажи папе машинку новую. Давай. Желтенькую. Ну, как ты? Нормально. А ты, как я, вижу, хорошо. Да? А что-то так бросается в глаза? Мне, да. Очень рада за тебя. Спасибо. Слушай, я селку часов в шесть привезу. Ну, ты же обещал с ним побыть до самого сна. У меня очень много дел в офисе. Ну, не получается. Просто мы идем... Я, то есть, на концерт. А начинается он всем. Ну, вот, надо успеть. Я так больше не могу. Я понимаю, я какая-то, может быть, несовременная, непрогрессивная. Давай разведемся. Давай разведемся. Так. Вот в сторону. Ладно, я побежала, потом поговорю. Пап, ну, пап, чего ты как мультик в компе завис? Куртку мне давай, я же сам не достаю. Девка. Пойдем. Пойдем. Давай мы с мамой сюда придем. Она увидит, что у меня нет аллергии и разрешит кролика. Давай попробуем. Мама у нас занятая, кстати. Ну, вроде все, завтра можно отправлять проект договора. А вот с аудиторскими отчетами, наверное, придется посидеть на выходных. В неделе совсем нет времени. Вы себя совсем не жалеете, Алена Юрьевна. Все выходные на работе. А как-то вас муж отпускает по выходным? А некому отпускать. Севочка, осторожно. Ребят, заканчивайте уже. Сейчас, сейчас, сейчас. Кушать ужасно хочется, ну. А мне еще к экзаменам готовиться, между прочим. К экзаменам? Не понял, каким экзаменам? Ой, на психолога она хочет учиться. Ах, вот она что, на психолога. Ну, да. Понимаю, мужа перевоспитывали, да? Ага, оболтуса. Прекрати. Вообще, психология, это не про воспитание. Это про душ. Про душ. Только выпасть тебя из дома, сразу в романку-нибудь заведешь. С психологом каким-нибудь. Ты что, ты боишься? Макс, ну ты думаешь, что ты говоришь? Это они с Аленкой твоей. Как съездили на эту базу отдыха, так сразу у нее эта идея фикса появилась. Ну, какая-то идея фикса. Просто познакомились с человеком. Он оказался таким интересным. Рассказал о том, какие нужны экзамены сдавать. И как, между прочим, потом можно работать. Да ну вот. О, вот эту модель хочу занесла. Ну, ничего. Ну, вот это, по-моему, интереснее, устойчивее, мощнее. Ну, дороже, правда. Слушай, Олежка. Что, Кать? А чего это у вас за такие новые деньги? Вы к нам вдвоем с Севкой, без Аленки? Да. Да ты понимаешь, на работе ей что-то нужно. Вот поехал. Смотри, Олежа. Дашь слабину, потеряешь жену. Ладно, ладно, шутник. Почему ты так давно не приезжал? Я теперь далеко же в городе. Почему, Севочка? Мама сказала папе, что им нужно взять палубу. Олежка, а ты нам ничего не хочешь рассказать? Мы же все-таки друзья. Ну, да. Мы решили временно пожить отдельно. И в Аленке дело. Так это тебя, Роман? Вы же меня знаете отлично. Никогда раньше тут как-то закрутилось. Ой, ребята, я вдруг узнал о новой жизни. Жизнь может быть другой. И мне столько нового. Это так здорово. Тебе же на концерт было нужно идти. Ты понимаешь, мы заигрались. Девке так весело было. А почему ты трубку не брал? Я, если честно, думал, ты ругать будешь. Ты возьми трубку, там ругать не будут. Милый. Ну как, я муракую не хуже, чем те кошки из кошачьего кафе? Бригит, прости меня, пожалуйста, что пропустил сегодняшний концерт. Ну, просто очень хотелось побыть сыном. Ну, о чем ты говоришь? Я очень рада, что тебе было хорошо со своим сыном. Совсем не сердишься? Май либе, нам... Нам очень хорошо вместе, но нам ведь хорошо не только вместе, верно? Я посмотрела фильмы, которые хотела. Пообщалась со своими немецкими подругами по скайпу. А сейчас я жду тебя на ужин. Спасибо тебе. Я мигом. Я мигом. Я мигом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Семь засужу! Покатистый, это же у нас звезда. Так, успокоились! Всё, я спокойно. Пойдёмте! Пройдёмте! Сейчас подъедет мой директор и со всеми разберётся. Покатистый, посадите. Допусти ты меня. Не трогай! Так, принимайте бойца. Вадим! Защитите честь и достоинство. Я вас засужу! Я закрою ваш магазин! Срочно звони Валентину! Юриста всех сюда вызывай! Никто не имеет права использовать моё имя! Без моего ведома никто! Я имею право! Я распоряжаюсь твоим именем. У меня генеральное доверие на сновидение твоих дел. Это я зарегистрировала имя Костров как бренд. Ты не могла? Поехали домой, там поговорим. О чём? Я подготовила документы для разбода. Вот о чём. Почему? Потому что моё терпение закончилось. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что это было? Я ему всё рассказывала. Он вышивал. Пил? Нет, как ни странно. А где он сейчас? Понятия не имею. Может, и пьёт. Но мне это же всё равно. Не волнуйся, дорогая. Теперь у тебя есть я. Да. И деньги, Вадим. Ты неправильно говоришь. Это твои деньги. Если бы не ты, он давно уже спился. Но всё-таки нужно было с ним всё как там судить. Он бы опять замолочил тебе его. У меня такое чувство, что я что-то украла у него. Ты всю жизнь на него потратила. Это честная компенсация. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Когда мы ищем? Билеты на вторую. В суд по разводу придёт твой адвокат. Риэлтор из Майами прислал фотографии. Квартира, которая рядом с домом твоих родителей. Я считаю, что её можно брать. Хорошо. Как скажешь. Значит, надо действовать очень чётко. Схема сложная, многоходовая. Мы едва вписываемся в сроки по льготному периоду кредитования. Я могу рассчитывать на вашу оперативность? Ну, а, родине, цель, конечно. Извините. Да, Зоя Васильевна, у меня сейчас совещание. Могу вам перезвонить? Я поняла. Я должна уехать. Дина, Аркадьевна, вы закончите совещание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На глазах все становилось хуже. Наша врач вызвала скорую. Извините, они моментально приехали. У нас очень хорошая компания, которая нас обслуживает. Вот вы привезли сюда. Температура поднялась у ребёнка. Много знабета. И, вообще, как помните, они уже пришли. Вот здесь доктор. Пойдёмте. Здравствуйте. Вот мама ребёнка. Здравствуйте. Не удаётся сбить температуру. Ждём результатов анализов. А я могу увидеть ребёнка? Посидите здесь, пожалуйста. А вы извините меня, ради бога, мне надо идти, можно ли я пойду? Ладно. До свидания. Удачи. Удачи. Здравствуйте. Здравствуйте. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Что, Севка? Где он? Так, вот результаты анализов. Угу. Ну что ж. Это коревая пневмония. Что это такое? Это тяжёлые инфекционные заболевания, симптомы которого могут быть усилены из-за недостаточного иммунитета. Ну, например, домашний ребёнок попал в коллектив, в незнакомую обстановку. Стресс? Может, у него переживания какие-нибудь сильные. Я назначил очень сильные антибиотики. Будем надеяться. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Виднее, даем антибиотики никакого толку. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Доктор говорит, что это самое новое. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА У него просто стресс. Это я во всём виновата. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Тогда уж скорее я. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Да, я всё подготовил и всё вам отправил. Угу. Да, всего хорошего. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Послушай, что-то я не въезжаю. Партнёры написали, что готовы приступить к второму этапу. А кто им дал отмашку на первый? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Интересно, это с какой стать? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, кто-то должен был это сделать. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Алена Игоревна нет уже на рабочем месте три дня. А она сама говорила, что здесь нельзя медлить, иначе попадём на штрафные санкции, да? Угу. И поэтому ты решил взять на себя директорские функции? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я просто спасаю активы компании. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вы меня простите, совсем нет времени болеть. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Все, что вы понимаете. Севе стало ещё хуже. Да, положение, правда, тяжёлое. Ну, выход-то какой-то должен быть. Ну, есть один шанс. Правда, мои коллеги скептически к нему отнесутся. Мой учитель, корифей педиатрии, ещё в 50-х годах написал в своей диссертации, что при коревой пневмонии, особенно в тяжёлых её случаях, хороший терапевтический эффект может дать переливание компонентов крови. Делать это нужно срочно. Конечно, давайте сделаем. У кого из вас четвёртая отрицательная? У меня первое положение. Это значит у меня? Я правда не помню, я в армию ещё сдавал. Не будем терять время. Сейчас медсестра вас проводит в лабораторию. Там будет нужно сдать анализы на гепатит и ВИЧ. Будем надеяться. Как это делать? Как это делать? Лика, Ликочка моя, ты послушай, я... Я был свиньёй. Я был неправ, но... Я здесь... Я не могу без вас. Я не могу без тебя. Мне тяжело. Я не могу быть один! Я не могу без тебя сдавать. Кровь не переливаться. Я тоже ссокотился. Спасибо тебе лучше. Я Терезмель. Извините, пожалуйста. Мне сказали через час. У меня будет результаты анализа. То есть, я могу идти в лабораторию уже? Результаты есть. Ваша кровь мне подходит. Мальчику нужна 4-я отрицательная. А у вас, как и у жены, 1-я положительная. Простите. Я понимаю сложность ситуации, но что будем делать? Будем сдавать анализы в другой лаборатории. У нас точная лаборатория. Неужели такого не бывает, чтобы группа крови родителей не совпадала с группой крови ребенка? Такая конфигурация, когда у родителей 1-я положительная, а у ребенка 4-я отрицательная, не оставляет вариантов. Что ж, в роддоме нам перепутали ребенка? Никто никого не перепутал! Меня интересует только одно – переливание крови. Мы ищем донора. Счет идет на часы. Мы ищем донора. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Это Вадима? Прости, я не знала. Я пять лет думал, что Сева – мой сын. Я же сказала прости. Почему же ты сразу мне и сказал? Ты боялась, что я тебя брошу, так это все-таки подло. Я объяснила тебе, я не сдала. Надо найти Вадима, Севе срочно нужен переливание. Значит так, Сева – мой сын. Я его люблю, я его вырастил. Я этому павлину, я его не отдам. И сейчас надо думать о Севе. Мне кажется, что ты просто хочешь к своему любовнику. ВЗДЫХАЕТ Паша, песня-то? Самая лучшая. Классная. Моя мама ее любила. Да? Паша, песня на земле, и простодушная, и непосудная. Знаешь, давай виски. Созреет-таки? Сальдом. Привет. Олег, что случилось? Милый. Это конец. Понимаешь, это конец. Что такое? Мой сын? Мой сын? Не мой сын. О, Господи, Олег. Лучшая женщина. Спасибо. Самая лучшая, ангел небесный в гостях на земле. Ты простодушная, и непослушная, только такая, и нравится мне, нравится мне. Лучшая женщина. Скажешь, мимо шла? Не скажу. Я тебя искала. Звонила тебе, ты не отвечал. Была у тебя дома. Я же знала, где тебя искать. Ты всегда была очень проницательна. Не надо. Я взрослый мальчик. А я знаю. Но есть один маленький мальчик. И ему нужна твоя помощь. Какой ещё мальчик? Твой сын. Ты ведь тогда наврал мне, что у тебя не может быть детей. Наврал, что бросить. Не-не-не. У меня не может быть детей. Я не врал. И тем не менее, у нас с тобой есть ребёнок, и я тебя не обманываю. Если не веришь, можешь делать оно из ДНК. У меня есть сын. Если это шутка, с твоей стороны эта злая шутка так не шутит. Вадим, я бы не сказала тебе, наверное, никогда об этом. Мальчику сейчас очень плохо. Он болен. Ему нужна кровь. Твоя кровь. Я не могу поверить, что сейчас увижу своего сына. И это фантастика. Вадим, я тебя прошу, ты пока не говори, мы ничего. Он должен выздороветь и окрепнуть. Потом. Вадим. Конечно. Сыночек. Знакомься, это мой друг. Вадим. Здравствуй. Привет. В лаборатории всё готово. Сейчас задумывай. Угу. Поговори с этим, Адим. Поговоришь с ним? Устала болеть? Ещё как. Чего ты хочешь больше всего на свете? Взять маленького кроличка и полететь на самолёте. А ты не просто в гости пришёл? Помочь тебе пришёл. Потому что я твой папа. Нет же папа Олег. Я твой настоящий папа. Не коля, я не халю так. Взять маленьких мандов. А ты не будешь посмотреть? Я твой папа. Взять маленький папа. Твой папа. Этого папа. Эта папа. Дух. Один 점и. Эта папа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok